всем добрый вечер это еженедельный эфир байоник меня зовут александра и я редактор компании тема сегодняшнего эфира biohacking сна все мы знаем что сон это неотъемлемая часть нашей жизни это именно то время когда наш организм восстанавливается набирается сил и готовится к новому дню наш гость сегодняшнего эфира это бузунов роман вячеславович это президент российского общества сомнологов заслуженный врач российской федерации профессор доктор медицинских наук ведущий российский эксперт по бессоннице храпу и апные сна вообще специалист в области sleep wellness автор бестселлера как победить бессонницу здоровый сон за 6 недель и программы конъективно поведенческой терапии бессонницы которая позволяет за 6 недель вылечить хроническую бессонницу без снотворных мы ждем пока роман вячеславович к нам присоединится а вы пожалуйста пока пишите ваши вопросы в комментариях мы обязательно постараемся на все ответить так все роман меняется сейчас ждем я романа вячеславовича что-то у нас пока не получается роман вячеславович я вам отправляю запрос но что-то у нас не получается давайте еще раз попробуем ждем если вас интересуют какие-то вопросы пожалуйста пишите о роман вячеславович здравствуйте здрасте здрасте добрый вечер как вы меня слышите хорошо все хорошо я вас прекрасно слышу вы меня замечательная вас тоже спасибо вам большое что вы согласились с нами пообщаться спасибо вам вы такое длинное представление мы сделали мне особенно понравилось когда вы сказали sleep wellness причем это так было сказано что вы очень хорошо знаете английский язык я полагаю да действительно это мой родной язык поэтому я думаю что у нас сегодня будет очень интересный а главное полезный разговор поэтому позвольте я задам наверное ключевой вопрос вечера пожалуйста расскажите с вашей профессиональной точки зрения что такое здоровый сон это прям вот все восемь часов каждый день или все-таки качество лучше чем количество можно 150 определений давать здорового сна знаете как еще вильям шекспир сказал сон это чудо матери природы вкуснейшие из блюд земном перу да ну и много еще таких всевозможных изречений но я опущусь на бренную землю если так можно выразиться да мы должны за 15 минут заснуть ну то есть в принципе сзади несколько устать мы должны проспать ночь ну не больше 15 минут суммарно у нас должно быть пробуждений потом когда мы с утра проснулись мы должны за 15 минут более-менее включиться в обычную нормальную жизнь и не испытывать какой-то выраженной сонливости разбитости до вечера но вечером все равно устать настолько чтобы заснуть за 15 минут то есть вот что такое здоровый сон да это конечно непростая задача особенно в наши дни когда у всех там переживания на работе дома да и в целом последнее время информационный фон ну скажем так с негативным аспектом а если там не знаю у человека повышенная тревожность и вот он ложится спать и вот вместо того чтобы как тут расслабиться подготовиться ко сну у него в голове крутится мысли что было что будет что он не успел что ему завтра надо будет делать что можно сделать чтобы успокоить мозг давайте поймем что вот в тот момент когда он уже лег и он об этом постоянно думает уже сделать ничего нельзя говорится поздно пить барроне как говорится да то есть об этом надо было как там береги честь с молоду да так вот и здесь береги сон с того времени как ты еще проснулся с утра потому что буквально сегодня я консультирую пациента который говорит ну да у меня сложная работа да конечно сидячая такой синдром трех кресел значит кресла автомобиля кресла на работе и кресла возле дома там возле телевизора да да я там курю пачку сигарет в день да я тут спортом не занимаюсь у меня аж работа с времени нет ну алкоголь ну как же мне же как-то надо употреблять чтобы как-то более менее прийти в себя да плюс еще там кое-какие психологические семейные проблемы так елки-палки понятно что он спать нормально не будет да это все равно что знаете человек бы пришел и сказал к тренеру тренер знаете у меня тут что-то как-то вот со спортом не очень получается я конечно сижу пью курю пончики кушаю ну почему-то не могу бегать что метровку как мастер спорта да хорошо а но есть же всякие а бады например там элотонин которые всячески предлагают именно как вот гормон сна который вроде должен как-то вот помочь заснуть выравнивать фазы сна вот они их вообще можно в принципе употреблять и если да то сколько их же нельзя бесконечно пить вот это мне тоже нравится знаете человек сам ничего не хочет делать а хочет прийти чтобы за него все сделали опять же аналогия тренер дай мне таблетку я сам делать вот ничего не буду ты мне дай таблетку чтобы я начал хорошо бегать не ну там тяжести поднимать еще можно какие-то дать ну не знаю там анаболики да но да он в конце концов посадит петь и не станет импотентом но какое-то время будет шварцнеггером понимаете как так и здесь человек думает так вот ну чем можно у него нервную систему успокоить таблетками алкоголем наркотиками ну вот выбор приблизительно такой и реально проблема а еще фарм промышленность она всячески этому способствует говорит а чё там вам вот это самим там как-то спортом заниматься детокс какой-нибудь информационный давайте просто таблеточку выпейте и засните ну ладно еще мелатонин который но относительно безопасен и также относительно бесполезен да он он хорош когда циркадные ритмы нарушены об этом мы поговорим но просто как снотворное он особо не действует ну или какие-нибудь там травки если человек выпивает валерьянку но если он верит что она поможет она конечно поможет да никто не отменял конечно же да но если человек начинает подсаживаться на валокардин или какой-нибудь корвалол а это фенопропитал к нему развивается тяжелейшая зависимость физическая и психическая а если это какой-нибудь фенозепам который недавно еще рекой лился а фактически к нему тоже развивается тяжелая зависимость но слава богу сейчас он спец учете стал уже просто так не вы не 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 купишь просто так этот препарат да то есть все таки давайте мы поймем что моя основная задача когда человек ко мне пришел говорит что у меня нарушен сон не дать ему таблеток то есть не то чтобы я их не даю если это острая бессонница очевидно стрессовая ситуация ну не знаю какая-то там не за с работы выгнали в семье проблема со здоровьем проблема да можно давать нормально коротким курсом препараты снотворные но когда человек просто рассказывает что у него жизнь такая вот безобразно извините да стрессовая и так далее и в этой ситуации давать таблетки мы от чего человека лечим от жизни в этой ситуации таблетки дать возможно но потом забрать будет совершенно невозможно просто месяц-два приема это психологическая зависимость несколько месяцев там лет приема физическая зависимость все человек лекарственный наркоман и задача моя когда вот человек говорит о таблеточку говорю давайте нет конечно понимаете знаете бывает ситуация такая что приходит пациент особенно самая печальная ситуация когда приходит пациент и доктор у меня 15 лет бессонница вот у меня там не знаю мешочек препаратов до штук 15 разных из них я 5 принимаю сейчас и уже ничего не действует но вы же тут светила сомнологии вы точно найдете таблетку которая меня вылечит нет такой таблетки все уже человек наркоман а более того он еще не верит в себя он верит только в таблетки и когда ему начинаешь говорить а давайте будем заниматься спортом давайте будем не знаю обеспечивать информационную детокс давайте ограничим курение там не знаю и поведенческой терапии займемся может мы еще несколько слов об этом скажем когнитивно-поведенческой человек слушайте доктор я к вам вот это зачем пришел вот эту чушь слушать я же пришел за таблеткой елки-палки еще недовольны очень понимаете нет ну я конечно умный доктор я нахожу 21 таблетку которую не принимал понимаю что она может сильно ему не навредит но точно не поможет уже скорее всего но говорю ну с богом да но все-таки основная задача давайте мы поймем что смортифицировать так образ жизни да я не против назначения можно еще поговорим об этом витаминов микроэлементов и так далее и так далее но просто давать тут же снотворные это крайне неправильная тактика хорошо но вот вам допустим на первичный прием пришел пациент у него нет уже вот этой хронической бессонницы у него просто вот тяжелая жизнь а какие советы вы ему дадите чтобы как-то вот хотя бы потихоньку начинать выравнивать такую так называемую гигиену сна что нужно делать от каких привычек нужно отказаться или может наоборот какие-то полезные привычки привить себе вот сразу советы по здоровому сну 3.0 уже заметьте да версии равные ну тут конечно 50 страниц кстати если что потом можно будет нашим зрителям совершенно ссылочку если хотите дать это абсолютно бесплатно распространяемая книжечка так что в общем то можно людям совершенно спокойно скачать или у вас или у меня на зайдите по ссылке описание моего профиля там есть ссылка соответствующая я приведу 5 рекомендаций первое это режим у нас практически в крупных городах никто не соблюдает режим сна ну 20 процентов вообще в сменном графике работает но там уже не обязаны так делать но еще большая половина населения банально отсыпается в выходные дни вот даже вопрос провокационный к вам вы в рабочие дни и выходные во сколько встаете я стою в 5 45 а выходные 5 45 у меня маленькие дети которые меня будут ну вот не удалось вас поймать а если можно давайте вот может быть вопрос зададим нашим зрителям поскажите какая вот напишите разницу в часах между рабочими выходными днями сколько там час два три четыре да ну вот потом если можно посмотрим а я пока скажу что исследования показывают что допустим в москве среднестатистический человек половина москвичей встает на два часа и больше в позже выходные дни а 10 процентов на четыре часа и позже а что такое разница в четыре часа это перелет москва красноярск я вам скажу это все равно что человек из красноярска в пятницу прилетает в москву потому что начинает вставать на 4 часа позже а с воскресенья на понедельник ему фактически опять нужно улететь в красноярск на четыре часа раньше лечь и на 4 часа раньше встать А это невозможно сделать. Человек не сможет заснуть, потому что он хорошо отоспался. В понедельник он не может продрать глаза, потому что как-то не заснул с воскресенья на понедельник. Адаптация занимает час сутки. То есть человек только к среде, к четвергу придёт опять в норму, а там следующие выходные. И у человека вообще день с ночью, непонятно как. Человек говорит, ой, я не могу заснуть, я не могу проснуться. Всё ужасно, дайте таблетку. То есть это получается такой, как джетлаг, по большому счёту. Да, это называется социальный джетлаг. Да, социальный джетлаг называется. Так и термин прям такой медицинский есть. А как я попал. И первая рекомендация, да, эта разница должна быть не больше часа, но максимум не больше двух между работами и выходными днями во времени подъёма. Это раз. Два. Мы употребляем огромное количество кофеин, содержащих продуктов. Ещё 4-5 веков назад человек вообще не контактировал с кокаином, хотел сказать. С кофеином. Ну и с кокаином, наверное, тоже не очень. Хотя нет, с наркотиками раньше. Но нет защиты мозга от кофеина, там, многопысячная или многомиллионная. И проблема заключается в том, что мы его всё время гиперстимулируем. А ещё проблема в чём? Что это не то, что сам кофеин стимулирует. Он вытесняет из рецепторов аденозин, который у нас обладает успокаивающим тормозным действием. И тем самым мозг перевозбуждается. Ладно, если бы мы только с утра выпили чашечку кофе, ну, стонизировались бы, потом кофеин ушёл, аденозин вернулся, но мы бы имели небольшой провал активности. Ну, днём обычно это незаметно. Но если человек каждые 3-4 часа употребляет что-то кофеин содержащее, он постоянно блокирует эти рецепторы кофеином, человек перевозбуждается и не может заснуть. Будь, во-первых, от того, что сам кофеин действует до 8 часов, а во-вторых, потому что человек более активно, я так сказать, реагирует на всякие стрессы, он ложится спать. К утру за 8 часов весь кофеин вымывается, и вот этот весь накопившийся аденозин садится на рецепторы, и человек с утра встаёт вообще никакой. У него голова болит, у него давление низкое, у него сил никаких нет, оторваться от подушки он не может, фактически это кофеиновая недостаточность. Человеку срочно нужно опять закинуться парой чашечек кофе, чтобы прийти в себя. Опять он днём его поддерживает, и вечером опять проблемы с засыпанием. То есть это кофеиновая зависимость конкретная. То есть если человек употребляет 5 и больше доз кофеина в день, то всё это кофеиновая зависимость. Фактически, если у меня есть проблемы с засыпанием у человека, первое, что я делаю, это отменяю всё кофеин содержащее. Конечно, недельку может быть тяжело, но потом это быстро проходит кофеиновая зависимость. Человек, во-первых, с утра начинает активнее вставать гораздо. Во-вторых, он днём себя чувствует лучше и легче засыпает. Это два. Три. Это регулярная аэробная физическая нагрузка. Это средство сравнимо по своему действию с современными антидепрессантами, нейролептиками, снотворными и транквилизаторами. Но у нас же хотят закинуться таблеточкой. Кто же там будет бегать, понимаешь, от стресса, да? Хотя я регулярно своим читателям показываю, что вот, смотрите, беговая дорожка, вот вам 5 километров пробежал. Да? Ну, личным примером, так сказать, показываю. А у нас пока не было абстрактного мышления, всё было хорошо. У нас был внешний стимул. Ну, допустим, не знаю, там какой-то мамонт появился. Догоняй, убегай, борись. То ли от него побежал, то ли за ним побежал. Выделились стрессовые гормоны и разрушились с работой мышц. А когда появилось абстрактное мышление, на какую-то негативную мысль мозг реагирует ровно так же, как на мамонта. Выделяются стрессовые гормоны, а мышечной работы никакой нет. Это не стартовая реакция, это стрессовые реакции. Недопереваренные стрессовые гормоны, адреналин, кортизол, всё, мозг совершенно никакой. Поэтому в идеале это минимум 4 раза в неделю, а лучше вообще-то каждый день. Высоко интенсивная аэробная нагрузка где-то 30 минут. Что такое высоко интенсивная? Это пульс должен быть, в зависимости от возраста, если здоровый человек, так 180 минус 30. Ну то есть, грубо говоря, если человеку 30 лет, 180 минус 30, пульс 150. Ну, конечно, не надо сразу человека, который там 3 года ничем не занимался доводить до этого пульса, а то он вообще упадёт там с велосипеда. Ну да, но вот к чему надо стремиться. И ещё, кроме этих 30 минут, в идеале бы где-то час умеренной аэробной нагрузки это ходьба. Ну там 10 тысяч шагов, как известно, норма лорда, да? Вот просто даёшь человеку регулярную нагрузку, и нервная система гораздо стабильнее становится. Вы что-то хотели спросить? А да, вот скажите, а имеет значение, в какое время заниматься спортом? Там утром, днём, вечером? Может быть, перед сном наоборот не стоит? Как вы считаете? В идеале закончить умеренную физическую нагрузку где-то за пару часов до сна. Если она такая чрезвычайная, ну там, допустим, каратэ, борьба, там какой-нибудь мотоспорт и так далее, лучше за 4 часа до сна. Но тут вопрос. Иногда человек говорит, а я вот, у меня работа, допоздна, как же быть? Я всегда вспоминаю, мне несколько человек говорило, что в США под Капитолием огромный тренажёрный зал, который открывается в 5 утра. И там всё время куча конгрессменов. Да? То есть, вот если невозможно вечером, можно и утром, но только нужно силу воли определённую. И ещё одна рекомендация, если вы встали, то не надо сразу высокоинтенсивную нагрузку с утра давать, нужно хотя бы полчаса немножко расходиться. То есть, вот это 3. 4. Это так называемый информационный детокс. Вот вы сколько в день смотрите новостей? Скажите, пожалуйста. Я слишком много смотрю. Сколько раз вот так вот скролите, там, Яндекс, Гугл, ещё чего-нибудь? Ну, я думаю, что я раз 10 в день минимум точно просматриваю новости и вообще в целом, что происходит. я, в принципе, очень много сижу перед компьютером и телефоном. А теперь, ну, у нас как обычно новости? Ну, вот здесь показывают, что цветочки посадили, вот здесь показывают, что у нас пенсионеры получили много денег, вот здесь показывают, что чиновники не воруют, вот здесь показывают хорошую погоду, а вот здесь показывают, что у нас вообще просто всё хорошо. Правильно? Я такие новости не видела. Не такие новости? Как так? К сожалению, нет. Если бы такие новости показывали, вы бы через 5 минут заснули, да? Да. А новостная кампания быстренько бы разорилась. Это точно. Поэтому у нас вот здесь морг полный трупов, вот здесь у нас не хватает прививки, вот здесь у нас враги одолевают, вот здесь у нас теракты, вот здесь у нас маньяки, а вот здесь у нас дефолт. И вы живёте не вот здесь и сейчас, вы где-то там, вместе с трупами, с дефолтом, с маньяком. А на эту информацию мозг реагирует ровно таким же стрессом, может, немножко менее активным, но таким же, как на мамонта, которого представляете, да? Десять раз это вы всё равно в мозг капаете этим ядом информационным, а потом думаете, что это я не засыпаю-то? А мозг-то всё это переваривает у вас. Он же начинает бояться, о, ужас! А мы ведь вообще перестали жить настоящим. Мы как? Мы или про прошлое вспоминаем, которое всё равно не поменяешь, или беспокоимся по поводу будущего. А 90% всего, чего мы сильно беспокоимся в будущем, никогда не происходит. Но мы беспокоимся. Да. Да? А ещё чрезвычайно опасная штука, что вот эти мысли, вот эти вот новости такие, да, мы не принимаем по ним решение. Вот есть такое понятие «туду-лист». Ну, то есть, когда ты подумал, у тебя какая-то мысль, ну, не знаю, завтра нужно пойти купить картошки. Вот вы сегодня подумали, вы что с этой мыслью сделаете? Запомню её. Ладно. А если вам нужно купить 2 килограмма картошки, 2 килограмма лука, 2 килограмма помидоров, 2 килограмма огурцов? Туду-лист сделаю. Запишите. Да? Вы примете решение по этой мысли записать и забыть. Да. А теперь вы смотрите с утра, как вот здесь, не знаю, там, убили президента Гаити. Ну, или вот у нас сейчас там 800 трупов почти, да, от ковида. Что вы делаете с этой мыслью? Вы её куда-нибудь записываете? Нет. Нет, она как водоворот, как такая мысль-паразит, не выходит у вас из мозга. Вы никакого решения по ней не принимаете. Я как-то месяцев 6 или 8 назад консультировал одного армянина, тяжёлая бессонница, а вот этот армяно-разбиранский конфликт в ходу, да. Я говорю, ну и как вы там смотрите? Говорит, ну конечно, а как же там же братья, сёстры? Я говорю, так, а вы что, собрались туда добровольцем поехать? Говорит, нет. Говорит, так, вы даёте там генштабу советы, как воевать? Он говорит, нет. Говорит, и зачем? То есть человек, получается, вот это всё в себя убирает, но никакое решение не принимает. А это фактически способствует развитию так называемого кортизолового стресса, то есть застойного возбуждения. Вот знаете, мышку или крысу практически невозможно простудить. Они не болеют, у них очень хороший иммунитет. Но достаточно на три дня рядом с клеткой мышки посадить клетку кошкой, которая будет пытаться эту мышку там лапой достать и съесть. Через три дня эта мышка будет болеть всем подряд. Вот что такое постоянный стресс, из которого эта мышка не может избавиться. И у нас этот информационный стресс у нас всё время. Да? Вот фактически рекомендация такая. 30 минут новостей в первой половине дня. Я, конечно, понимаю, сейчас все скажут, как? А как же я должен быть в курсе? А что там в Гондурасе? Зачем? Или там, да в Крыму наводнение. Ну и что теперь? Вот что, умирать прямо здесь? Тонуть? А человек мысленно тонет здесь прямо. Понимаете как? То есть, понятно, если это, не знаю, там связано с работой, ещё с чем-то, не знаю, там вы новости собираете и потом куда-то передаёте, какой-то яд информационный, ну это ваша работа, ну да. А если вы просто капаете себе на мозг этим ядом, зачем? Не надо. Да? Это 4. А теперь 5. Да, и теперь 5. Это уже поближе ко сну. Знаете, мы же все, как говорится, родом из детства. Как у нас ребёночек отходит ко сну? Расскажите. Как вы укладываете своих детей? Расскажите. У нас есть ритуал. Перед сном обязательно там искупаться, почистить зубы, пойти в спальню, прочитать сказку, выключать свет и всё. Дальше уже там в течение 15-20 минут дети, по идее, должны заснуть. Не всегда успешно, но мы стремимся к этому. Супер. Это некая последовательность действий. Фактически это условный рефлекс, который подводит вас к засыпанию. А теперь представим себе взрослого. Если бы он ровно так же почистил зубы, там, не знаю, вечерний мацеончик, там, кремки какие-то на лицо, почитал книжечку, там, не знаю, послушал сказку про взрослых, или там какой-то роман почитал, да, и заснул. У нас обычно так. Так, где? Где? Телефон. Телефон, значит, компьютер. Тут звонит, тут пищит, тут, значит, так, и забыл бы смс послать. Ой, отчёт мне нужно послать, да? Ой, а без 15-12 вспомнил, что, значит, не позвонил партнёру какому-то. А там кто-то, поставщик, какой-то чё-то не сделал, ты пишешь ему мейл, а ты гад, понимаешь ли? Ты вообще деньги украл. Без 15-12. А 5 минут первого, так, чё ж я не сплю-то? Да? Или там чаты-чаты, кнопочки тыкаешь, тыкаешь, тыкаешь. Это же активный мозг. А мозгу нужно минимум час, обычно два, для того, чтобы перейти от активного бодрствования к пассивному и к засыпанию. Поэтому если вы там без 5-12 активно чатитесь, невозможно заснуть 5 минут первого. Или это нужно уже 2-3-4 часа утра, когда уже, знаете, просто палец промахнулся мимо клавиатуры, рука тут упала, голова отвалилась, ну и человек заснул как-то. Ну то с утра проснуться не может. То есть нужно вечерний ритуал соблюдать как минимум за час до отхода ко сну, чтобы нормально ложиться и засыпать. Вот вам, пожалуйста, 5 рекомендаций, которые позволяют качественно заснуть. Это очень полезно. Я думаю, что наши зрители и слушатели тоже запомнят это. Скажите, пожалуйста, а вот вы ранее упомянули циркадные ритмы. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать вообще, что это такое и какие они должны быть? Да, это суточный ритм, колебания различных процессов. Различных процессов. Да, вот циркадный ритм, солнце встаёт, заходит, да, но у нас в организме есть собственный циркадный ритм. Он у некоторых людей, так же, как и собственный ритм, то есть процессы в организме текут в соответствии с астрономическими часами, у кого-то эти внутренние биологические часы текут немножко быстрее. Это жаворонки. А уцов, наоборот, отстают, соответственно, они всё медленнее делают. И тут получается, что касается жаворонка. У него часы текут быстрее, допустим, на часах 9 вечера, а у жаворонка уже 11 ночи на своих. И уже мелатонин начинает продуцироваться. Он быстрее хочет заснуть. А, естественно, быстрее часы текут, там на астрономических часах 7 утра, ну, там 5 утра, а у жаворонка уже 7, ну, потому что у него спешат часы. Он хочет встать в 5 утра и быстро уже побежать. А у совы всё наоборот. Отстают свои часы. И на астрономических 12 ночи у совы 10 вечера, он, естественно, никак не хочет спать в 12 по-астрономическим. А к утру, соответственно, они отстают, там 7 утра, а у него 5 часов утра на своих часах, он не хочет, не может проснуться. То есть вот это, собственно говоря, и есть циркадные ритмы. И да, есть совы, есть жаворонки. Это реально существующие такие типы, хронотипы. Ну, понятно, что у нас весь мир заточен под жаворонков. Ну, что касательно советов совам. Вот крайне нежелательно отсыпаться в выходные, потому что жаворонки не отсыпаются, они всегда рано встают. А совы за неделю накапливают дефицит сна и потом прекрасно отсыпаются до 12 или часа в субботу и воскресенье. Но фактически что происходит? Если человеку в 6 утра нужно вставать в рабочие дни, а он отсыпается до часа ночи, до часа дня, выходные. Это разница 7 часов. Это чуть ли не Москва, я не знаю, 7 часов, это, по-моему, сейчас у нас чуть ли не Хабаровск или даже Владивосток. То есть это всё время организм непонятно в каком режиме живёт, в путешествии между Владивостоком и Москвой. Ещё очень кофеин чувствительны совы. То есть можно там за 4-5 часов выпить чашечку чая, чая или кофе, и будут проблемы с засыпанием. То есть ограничить кофеин после обеда, не употреблять совы. А сова может стать жаворонком? Или, допустим, наоборот? Или всё-таки это заложено природой? Интересно. Вот, как правило, дети, которые молодые люди, у них часы, как правило, быстрее текут. Они преимущественно совы. Но потом с возрастом почему-то вот эти биологические ритмы немножко ускоряются, и люди немножко становятся больше жаворонками. Но глобально переделать свой ритм невозможно. Хотя да, у нас есть время задаватели. Мы можем менять наши циркадные ритмы, ускорять, замедлять. Но, допустим, если мы сегодня здесь живём, а завтра перелетели в тот же Владивосток. Да, нам сначала будет трудно ложиться и трудно вставать, но ведь через неделю, дней десять мы там начнём жить по Владивостокскому времени. Подстроятся наши ритмы под тот режим сна и бодрствования. Это очень интересно, потому что я жаворонок. Ну, иначе бы я не смогла жить в том ритме, как я живу. Но мой муж, например, он сова, и вот он как раз живёт по тому ритму, который вы описали. И это тяжело со всей справляются. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот, например, питание, оно как-то влияет на гигиену сна, на режим, вообще образ жизни, кроме кофеинозависимости, как-то на это влияет? Ну, мы про кофеин уже сказали, да. Сразу нужно сказать, что у нас нет продуктов, которые обладали бы снотворным действием. Ну, вот какой-нибудь, «Ай, давайте съедим там с трептофаном что-нибудь, да, какую-нибудь печеньку там или какую-нибудь индейку или что-нибудь такое, да». В принципе, вообще должно быть сбалансированное питание. Другой вопрос, что особенно в городах крупных, где вы видели сбалансированное питание, считается, что человек должен употреблять в день 500-600 грамм свежих овощей и фруктов. Ну, и, естественно, поменьше всяких там суррогатов, консервантов и так далее. Плюс у нас огромное загрязнение окружающей среды, и часто вот эти всякие окислы, которые летают, они связывают наши такие системы метаболизма. Ну, вот просто конкретно отравление угарным газом, например, да. Когда угарный газ, СО, связывается с гемоглобином, и гемоглобин вообще ничего не переносит, он не может связаться с кислородом. Так вот и биохимические процессы некоторые нарушаются, что у нас просто в клетку перестают попадать витамины, микроэлементы из-за загрязнения окружающей среды. То есть это действительно большая проблема, сбалансированное питание, потому что его, во-первых, вообще нет. Ну, как правило, да, редко кто у нас так вот сбалансированно питается чётко. Во-вторых, эти всевозможные, как я сказал, полютанты, загрязнители, которые вмешиваются в наши биохимические процессы, и тоже их так или иначе тормозят там или разрушают. И мы живём в дефиците витаминов и микроэлементов. А более того, ну, кстати, между прочим, это и западные исследования большие есть, и отечественные исследования, это магний, это цинк, это там медь, кадмий, ещё много чего, чего у нас в биохимических процессах участвует, а нам может не хватать. И, а более того, в состоянии стресса, длительного стресса, вообще потребляется больше витаминов и микроэлементов. А, естественно, возникает порочный круг. То есть недостаток витаминов и микроэлементов, снижение сил, снижение иммунного статуса, ухудшение сна, а это ещё дальше подверженность стрессам. И вот такая некая порочная система, которая вводит человека в некий такой дисбаланс метаболический. Ну, я, наверное, мы, может, потом немножко скажем вообще про возможность какой-то коррекции этой ситуации, но немножко ещё про питание. А может быть, основная такая рекомендация, знаете, завтрак сейш сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу, да? А ужин должен быть не позже, чем за 3, в идеале 4 часа до сна. Ну, может быть, за 2, если там не очень большой. Но ещё второе, что забываю, что ужин должен составлять не больше 20% от общего колоража пищи. Ну, это не так, что вы пришли ужинать и съели первое, второе, третье, там 3 котлеты, 4 булочки и 5 стаканов чая выпили, да? Просто надо понимать, что процесс пищеварения у нас активный процесс. Один грамм пищи приблизительно требует одну килокалорию, чтобы эту пищу переварить. То есть у нас же, у нас это как доменная печь, у нас туда загрузили, а вот тут у нас кишечник, перистальтика, поджелудочная железа работает, печень работает, желчный сок, поджелудочный сок, и всё это переваривается. И это требует затрат энергии. И представьте себе, вы съели полкилограмма перед сном, это нужно вам 500 калорий, килокалорий, чтобы это переварить. Вы когда-нибудь бегали на велоэргометре или на беговой дорожке, которая считает калории? Конечно, да. И сколько вам надо было побегать, чтобы 500 килокалорий израсходовать? Мне кажется, я столько не израсходовала. Да. Вот я там где-то 350-400 калорий, это я бегу со скоростью 10 километров в час полчаса. То есть это 5 километров приблизительно. То есть вот это у меня там 450 калорий выходит. Понятно, у нас есть так называемый основной обмен, который как раз поддерживает жизнедеятельность организма. И мы в день приблизительно 2000 калорий расходуем. И в частности на переваривание пищи. И если мы перед сном вот это всё там полкилограмма себе заложили, то вы понимаете, что это будет активный трудовой процесс. Да, это всё будет пучить, там, я не знаю, болеть, отрыжка, ещё что-нибудь такое. И это будет реально ухудшать сон. Ну вот просто не обжираться, извините, на ночь. Всё будет хорошо. То есть вот такая рекомендация. Это очень полезные советы. Спасибо большое. А я бы хотела задать такой, ну, наверное, более медицинский теперь вопрос. Ну, многие знают, что есть такая вещь, как апнез сна. Если я не ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня. Это когда во время сна краткая вот задержка дыхания и когда сердце перескакивает. Ну, если на таком как бы совсем простом языке это объяснять. Вот. А если человек живёт один, у него нет там жены, мужа, там, мам, папа, там, сам по себе, как заподозрить, что у тебя есть какие-то уже достаточно серьёзные проблемы со здоровьем и когда нужно уже обращаться за квалифицированной медицинской помощью? Первое. Скажу, что это действительно серьёзное и частое заболевание. Проблизительно 5-7% всего взрослого населения имеет клинически значимое расстройство дыхания во сне. То есть апноэ сна или хроническую ночную гипоксию, недостаток кислорода. Да, к сожалению, ещё Марк Вен сказал, что, к сожалению, непонятно, почему сам храпящий себя не слышит. Да? Это бывает такое, муж к нам жене говорит, да что ты, милая, я совсем не храплю там, да? Но маленький лайфхак, кстати, да? Возьмите смартфончик, запишите храптом партнёра, а когда он заснёт, включите и положите рядом с ухом. Вот это будет нормально. Сразу поймёшь, что такое. Свой не слышит, но это же записанный прекрасно услышит, да. Да. То есть человек реально может иметь 500-600 остановок дыхания за ночь, человек может 8 часов спать, из них 5 часов не дышать и ничего не помнить. Но есть некоторый набор симптомов. Первое, это, ну если никто не говорит, что человек храпит или у него остановки дыхания, это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон, это потливость головы и шеи, преимущественно вот такая прям мокрая подушка бывает у человека, это учащённое ночное мочеиспускание 3-4 раза за ночь полным мочевым пузырём. То есть фактически в состоянии стресса почки продуцируют больше мочи. Это ночная отрыжка, ну потому что, когда человек пытается дышать, чаще возникает регургитация при том, чтобы усилия дыхательные нарастают. Это ночная и утренняя артериальная гипертония, причём с понижением преимущественно нижнего давления. То есть человек может с утра встать, померить давление там 180 на 110. Потом полчаса походить, ничего даже не выпить. Мерить давление, оно уже 140 на 80. Ну можно почти дышать началось. Да? Это ночная и утренняя головная боль. И это тяжелейшая дневная сонливость, потому что каждая остановка дыхания заканчивается тем, что подбуживается мозг, и подаёт команду дыхательным путям подышать. И если у человека 500 остановок, это 500 раз кто-то постучался в мозг и сказал «подыши». Сколько бы человек не дышал, надышаться он не может. Да? Ну всё равно остановки дыхания. И тяжелейшая сонливость развивается. То есть человек начинает засыпать за едой, за компьютером, во время разговора вообще. То есть вот такая симптоматика. Плюс ещё прогрессирующее ожирение, потому что нарушается метаболизм у этого человека. Плюс ещё у мужчин проблемы с потенцией. То есть вот классическая картина апнотика. А есть ещё какие-то медицинские флажки, которые нужно обращать внимание? Там не обязательно апно, но может какие-то ещё другие есть синдромы. Ну, я бы сказал так. Смотрите, есть такое, ну, бессонница возьмём, ну, это такое широкое понятие, плохой сон. Вот если вы чувствуете, что вы плохо засыпаете, что как-то плохо спите, первое, всё-таки нужно начинать с вот этих там пяти рекомендаций, о которых я говорил. Ещё раз покажу вот эту книжечку «Советы по здоровому сну 3.0». В 50% случаев можно кардинально улучшить сон, просто выполнив определённые такие вот банальные профилактические рекомендации. Но если вы наладили все там гигиену сна, если у вас комфортная спальня, а сон всё равно плохой и это тянется, это должно быть три и больше плохих ночи в неделю, ну, субъективно плохих, что человек там плохо засыпал, не выспался, проснулся разбитый, там, дневная сонливость. Если это тянется больше трёх месяцев, вот это уже хроническая ситуация, которая, к сожалению, как правило, сама не пройдёт. Значит, это какая-то болезнь сна. А у нас ведь больше 60 болезней сна. У нас нет здоровых, у нас есть недообследованные. Да? Так вот, да? Это, соответственно, большая проблема расстройства сна. Вот тогда уже нужно, да, идти к доктору, к сомнологу желательно, потому что тут тоже проблема. У нас до сих пор в университетах не преподают сомнологию. Человек в районе заходит в университет, выходит из университета практически с нулевыми знаниями. Потом есть уже дополнительная специализация. И тут есть такая некая, знаете, стигматизация. Придёт человек к психиатру, психиатр найдёт свой диагноз. Придёт к неврологу свой диагноз, придёт к психологу свой диагноз. А всё-таки нужно так несколько интегрально смотреть на это всё. Ну, просто пример, например, да? Человек говорит, что я храплю, что я плохо сплю, что не высыпаюсь и так далее, и так далее, апноэ сна. А у человека просто большие миндалины, которые надо удалить, и апноэ сна пройдёт. И подумать, какая связь между миндалинами и учащённым мочеиспусканием. Или, допустим, ночные нарушения ритма сердца тоже бывают от апноэ сна. А человек пойдёт к кардиологу и долго будет лечить эти нарушения ритма. То есть здесь нужно обратиться к сомнологу, сделать полисомнографию, ну или компьютерную сомнографию. То есть это объективно посмотреть, что происходит во сне. И это позволяет поставить точный диагноз на основании анамнеза, обследования. Вообще, понимаете как, вот когда человек идёт с какой-то серьёзной проблемой к доктору, он говорит, доктор, у меня 3 месяца высокая температура. Ну что назначает доктор, как вы думаете? Не 3 дня, а 3 месяца высокая температура. Ну как минимум там анализ крови, чтобы ещё... Обследование это значит. Да. Потому что понятно, что что-то, наверное, какая-то причина, от которой вообще помереть можно. Да? А когда приходит доктор и говорит пациент доктор, доктор, у меня 3 месяца или там полгода бессонница тяжёлая, что он назначает доктор? Обследование? 95% просто назначают вам таблетки. А где обследование? А где диагноз? Диагноз. Так, смотрите, если у вас, например, апноэ сна у человека, а он придёт к доктору и скажет, доктор, я плохо сплю, просыпаюсь среди ночи, но как-то не выспавшись, днём какая-то такая рассталась, разбитость, а невролог подумает, что это просто бессонница, назначает снотворный или транквилизатор, если человек ещё скажет, что у него настроение хуже стало. Этим можно человека, извините, добить, потому что мозг вообще перестанет там контролировать дыхание и перестанет дышать. Ну, под воздействием снотворного. Или есть ещё такое заболевание, синдром беспокойных ног, например, когда у человека возникают крайне неприятные, но трудно описуемые ощущения в ногах, вынуждающие ими шевелить и мешающие заснуть. Кстати, у беременных это бывает часто, потому что дефицит железа. А иногда это описывают, как какие-то там червячки под кожей ползают, вот какие-то мурашки там что-то мешают. Ну и представьте себе, приходит такая бабушка, и говорит доктору, знаете, у меня какие-то червячки в ногах ползают и мешают мне заснуть. Куда отошлёт доктор такую бабушку? К неврологу. Ну, с червячками под кожей. Паразитологу. Психиатру. Психиатру. Психиатру отошлёт. Ну, конечно, он может посмотрит на ноги, увидит, что червячки не ползают. Психиатру поставит там тактильные галлюцинации и назначит нейролептики. А нейролептики специфически утяжеляют синдром беспокойных ног. Потому что это проблема не с ногами, это проблема с недостатком допамина в голове, а нейролептики подавляют продукцию допамина. То есть человеку может ещё хуже стать. То есть вот зачем всё-таки нужен диагноз, нужен специалист, сомнолог, который, может, более-менее понимает вообще, какие бывают расстройства сна вообще. То есть вот такая задача. А вот дневной сон, допустим, я знаю, что там некоторые люди, они там любят после сна, после обеда поспать или там просто вот там минут там 20, 30, 40. Такой хороший, классный дневной сон, там, если на природе, там, это вообще всё замечательно. Это полезная практика или всё-таки стоит от неё отказаться? Каждая медаль имеет две стороны. Если ваш дневной сон не нарушает вечернее засыпание и ночной сон, you are welcome, как говорится. Если нарушает, то да, желательно перетерпеть и к вечеру испытывать должную степень сонливости, чтобы, соответственно, быстрее заснуть. Ну, мы, кстати, ещё помните, как бы говорили про питание и про важность там вот нарушения витаминов, микроэлементов. И на самом деле вы же, если не ошибаюсь, биодник, да? Совершенно верно. Ведущая биохакинговая платформа. Да, ну, биохакинг сейчас, знаете, вот всяких таких, как только, чем только биохакинг не называют, но я скажу, что на самом деле тут интересная ситуация. Вот я же сам, ну, я сам занимаюсь хроническими бессонницами. И тут чрезвычайно важно определиться, что может быть проблемой. Я назвал только там 5-6 микроэлементов витаминов, да, витамины В, Д, магний, кальций, ну, там и так далее. Но у нас же это их там штук 50 как минимум, которые так или иначе участвуют в обмене. А, и в общем-то, я считаю, что это очень правильная, вообще сейчас такая тенденция к персонификации медицины, к тому, чтобы не вообще, а знаете, вот плохо сплю, на тебе таблетку, которая просто мозг усыпит, и вообще не живи ночью и всё. А лучше всё-таки так или иначе более-менее разобраться, а что может нарушать сон, и особенно, если это какие-то проблемы с биохимией, витаминами и микроэлементами, эти проблемы решить. Так, может быть, вы же скажете несколько слов о том, чем занимаетесь. Ну, а мы, как я уже сказала, биохакинговая платформа, тем не менее, биохакинг – это всё-таки, как мне кажется, подход в целости к биологии человека, когда он пытается уделить внимание ко всех аспектах своей жизни – сон, питание, состояние здоровья, и, в принципе, просто полностью оптимизировать себя. И, там, те продукты, которые мы, как компания, предлагаем, они как раз, как вы и говорите, абсолютно персонализированы. То есть, наши комплексы, они основаны именно на анализах крови. И мы смотрим, чего не хватает человеку, и уже исходя из этих анализов, создаётся абсолютно уникальная формула под каждого человека. Вот. Ну, вот это я как раз хотел сказать, что, ещё раз говорю, это последний тренд вообще во всём мире, это создание персонифицированных лекарств. Потому что, знаете, вот гены оценивают, и также, допустим, есть гены, которые, наоборот, хорошо метаболизируют кофеин у человека, а какой-то плохо метаболизируют кофеин. То есть, можно ещё гены посмотреть, а можно микроэлементный и витаминный состав человека посмотреть. И по анализам тоже более-менее определиться, чего не хватает. И в этом смысле, вот мы когда говорим о нарушениях сна, их три больших группы. Первая, это как раз соматика. Соматика, причём она иногда скрыта. Вот, допустим, дефицит железа. Да, пожалуйста, вам седро беспокойных ног, пробуждение среди ночи и так далее. Витамина D не хватает детям, дети потеют, взрослые плохо спят и так далее. Витамина D не хватает практически любого. Но есть специфические, там, Бериберий, Пелагра и так далее. Но практически у всех бессонница с дефицитом витамина D. Магния не хватает, а он участвует в тормозных процессах. Всё, у человека гиперактивность, дефицит внимания и так далее. То есть, в этом смысле, да, чрезвычайно важно в целом оценить нормально сначала диагноз, опять же, поставить. И если какие-то дефициты, их устранить, а не просто там, знаете, по площадям снотворными транквилизаторами стрелять. Вот так вот атомную бомбу сбросил, ну всё уничтожил, да. Лучше всё-таки так как-то поаккуратнее действовать. И в этом смысле, да, я совершенно согласен, что это очень правильный подход, когда мы оцениваем ситуацию у человека, персонифицируем какие-то вещи и, в частности, вот эти компенсируем дефициты. А как это вы всё делаете-то? Ну как, берётся анализ крови, проверяются определённые параметры. У нас есть несколько продуктов. Есть один продукт, где 50 параметров проверяется, и продукты, где чуть поменьше, 28 параметров. Это всё в лаборатории исследуется, приходят результаты, все результаты доступны в личном кабинете нашего приложения. А потом у нас всегда есть опция обсудить с квалифицированным нутрициологом какие-то жизненные лайфстайлы, привычки, пищевые привычки, как их можно улучшить. Сон, безусловно, тоже туда входит. И уже на основании конкретных этих анализов создаётся специальная формула, которая присылается домой, к нашим клиентам. И вот с определённой периодичностью в зависимости от того, какой продукт у них выбран. Потом пересдаются анализы, смотрятся, какие улучшения, изменения произошли. И создаётся абсолютно уже новая формула под новое состояние человека. И вот так мы и живём, собственно говоря. Ну вот это, ещё раз говорю, это правильный персонифицированный подход. Потому что просто... Это, знаете, как опять же с температурой сравню. Если просто высокая температура, можно просто давать всем жаропонижающее. Ну ладно, если это там грипп, который сам по себе пройдёт. А если это ковид? А если это какая-то опухоль? А если там, не знаю, сепсис у человека? А если у человека аппендицит? Менингит? А мы его просто температуру сбивать будем? Ну, увы, ничего хорошего из этого не будет. Аналогичная ситуация и здесь. То есть давать просто снотворные, при хронических особенно расстройствах сна, это крайне нежелательная тактика. То есть мы сначала должны посмотреть, что соматически у человека не так, и, если возможно, скомпенсировать. Другое дело, что у человека бывает ещё и то же самое апноэ сна, болезни сна, бывают психические болезни, там, сфизофрения, депрессия, биполярное расстройство и так далее. Но вот этот соматический блок чрезвычайно важен с точки зрения того, чтобы улучшить качество сна. И, собственно, это с того, чего нужно ещё раз говорю, начинать. А то мы начинаем там какие-то там, не знаю, чуть ли не фазы Луны смотреть, или там кровать не на ту сторону, там юг, север или так далее. А ещё какие-то магии седьмого поколения говорят, что у вас аура испорчена. А фазы Луны-то влияют или нет? Потому что многие говорят, что в полнолуне... Может быть, конечно, и влияет, но я скажу, что дефицит магния, железа и ещё влияет гораздо сильнее. Это да. Роман Вячеславович, спасибо вам большое за столь полезный и интересный разговор. Я призываю всех наших зрителей обязательно подписываться на ваш профиль, читать ваши книги и, в принципе, практиковать полезные привычки для здорового сна и жить здоровой жизнью. Поэтому спасибо. Ну, собственно говоря, спасибо большое за приглашение. В общем, мы вместе делаем совместно полезное дело. И, собственно говоря, я вам-то вопросы задавал, но я сам вашу технологию использую, да, и со своими пациентами в этом смысле дружу. Потому что ещё раз говорю, что нужно как-то лечить не болезнь, а больного. А у больного, знаете, сколько всего такого, чего можно там поправить, помимо того, чтобы давать таблетки. Так что, в общем-то, как бы, правильной дорогой идём товарищи, как говорит. Это точно. Спасибо вам большое. Прекрасного вам вечера. Сладких вам снов сегодня вечером. Ищетчик вы сохраните, надеюсь. Обязательно, конечно. Так что, хорошего вечера. Спасибо большое всем нашим зрителям. Всё, и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова